Здравствуйте, друзья! Сегодня с нами на связи эксперт по США Олеся. Кто с нами уже давно и подписан на наш YouTube-канал, вероятно, уже с ней знакомы. Сегодня мы хотим осветить достаточно интересную тему — это обучение в США, именно студенческие визы F1 и M1. Более детально остановиться, конечно, на M1, потому что было достаточно большое количество запросов. Олеся, скажи, пожалуйста, вкратце расскажи о двух данных визах, какие основные различия между ними. Здравствуйте всем! Так, у нас существует в США две студенческие визы, которые называются M1 и которые называются F1. Обычно F1 — это академическое обучение, также языковые школы. M1 — это профессиональные, то есть, так сказать, по повышению квалификации. Это как техникум, можно так сказать, если переводить в наши категории. То есть M1 обычно до года. M1 виза дается, например, если вы какой-то пилот, вы хотите сюда приехать, я не знаю, стать пилотом истребителя, вы можете приехать сюда, то есть курсы могут 3 месяца, могут быть 6 месяцев, 9 месяцев, год. То есть, например, они коротенькие. Вы имеете право работать на каждые 3 месяца, которые вы отучились, вы имеете право на работу 1 месяц. То есть, если курсы будут 3 месяца, вы имеете право на работу на 1 месяц. То есть, попрактиковаться, так сказать. Если 6 месяцев, соответственно, 2 месяца вы можете работать 9 месяцев, 3, но и год — это у нас 4 месяца. То есть, это примерно вот такой вот расклад с M1 визой. M1 виза не очень хороша тем, что ее нельзя, например, переделать потом в F1 или, например, в какую-то рабочую визу, как H1B. Но она свои плюсы имеет. То есть, это вы приедете, вы учитесь, вы все равно поработаете. То есть, можете улететь и потом получить любую визу, которую вы хотите в дальнейшем. То есть, это вот примерно M1. Я так понимаю, данная виза, она для поступления в профессионально-технические учебные заведения с целью повышения квалификации. Не обязательно технические, но, то есть, вы можете быть, я не знаю, там, каким-нибудь, допустим, каким-нибудь парикмахером. И вы хотите сюда приехать и выучить парикмахерское искусство Голливуда, например. То есть, что-то такое. То есть, это что-то такое... Ограничение по профессиям? Нет, ограничения нет. То есть, это как сертификат вы получаете о повышении квалификации или дополнительно что-то к вашей уже имеющейся квалификации. Ну и не забудьте, у вас должен быть английский. Вы должны приехать с английским языком. То есть, подтверждать английский все-таки нужно, да? Да, у вас должен быть TOEFL. Обычно это TOEFL. В каких-то местах берут IELTS, но в основном это TOEFL. Есть какой-то определенный балл? В каждом учебном заведении по-разному, поэтому... Есть ли какие-то определенные критерии к соискателю? Например, возрастные ограничения? Возрастных ограничений, как таковых, нет. Писаных. Но вы сами понимаете, что в 10 лет у вас не может быть... Вы не можете быть парикмахером, водителем, так сказать, пилотом или, я не знаю, автомехаником, например. То есть, у вас должен быть такой возрастной период. Ну, я думаю, что, в принципе, нормальный возрастной период для любых студентов – это от 20 до 30. Если вам больше, то есть вы можете приехать тоже без проблем, но просто нужно показать, зачем вам это нужно. То есть, если у вас уже есть профессия, да, будет без проблем, то что вы повышаете квалификацию, так сказать. У нас просто был запрос от человека, которому 68 лет, да? У меня был человек, который приехал на языковые курсы, например, в 65 из Японии, поэтому... В интернете ходит слух, что виза M1 – самая одобряемая вида США. Все-таки правда это или миф? Я бы сказала, что она одинакова, как F1. То есть, нету каких-то мистических путей ее быстрее получить, чем F1. Дорогие друзья, не читайте много в интернете, да? Ну, просто другие требования, понимаете? У вас уже должно быть что-то, например, что вы едете повышать, так сказать. Скажи, пожалуйста, вот открываются перед кандидатом, получившим данную визу, какие-то преимущества, отличающиеся, нежели от F1? Вот мы уже сказали, да, что работать разошло. Где именно работать? Может, какие-то ограничения по работе есть? Нет, если вы получаете с F1 право на работу на этот месяц, если вы три месяца здесь проучились, то вы можете работать... Ну, вы должны работать по той профессии, по которой вы учились. То есть, вы должны пройти эту практику. Обычно со всеми такими заведениями учебными, будь то колледжи или какие-то просто школы, которые вот есть такие по повышению квалификации, у нас называются там adult school, или, например, может быть такое, что там есть специальные какие-то курсы, вот, я не знаю, визажистов, так же парикмахеров. То есть вы можете, скорее всего, каким-то образом и пройти практику, потому что они многие такие заведения работают уже с какими-то компаниями, где можно, так сказать, интерншип пройти. То есть вы можете там потренироваться, вы можете там научиться, вы можете там сразу, так сказать, перейти туда, на работу, на эту коротенькую вещь. Медики могут попасть под данные повышения квалификации? Что вы имеете под медиками? То есть если это доктор и, например, какой-то доктор-косметолог, который, например, может быть, приедет и какие-то там супер-уколы ставит, что ты сразу становишься очень молодым. В таком случае, да, то есть это не будет, это будет просто сертификат, когда вы получите. Это не будет какой-то бакалавр, мастерс дегри или что-то такое. Продолжая твой разговор, может ли кандидат продолжить дальше обучение, например, поступить на бакалавриат? Нет, это уже будет виза F1. С M1 нельзя переделать на F1. Да, вам нужно будет вылететь и потом залететь уже с другой визы. Понялась. Скажи, пожалуйста, вот с пакетом документов на F1 мы более-менее знакомы. А как обстоят дела с M1? То есть вот мы уже знаем, да, что добавляется TOEFL, да, сертификат или IELTS. И есть ли еще какие-то различия? Форма I-20 поступает? Да, естественно, школа должна быть аккредитирована, как и с F1 визой. Она должна выдавать I-20, эта школа. Школа здесь имеется в виду любое заведение, которое... Оно может быть простая школа, может быть техника, может быть колледж, может быть университет. Это все школа здесь называется. То есть что-либо, что дает вам, так сказать, какое-либо обучение, это школа. То есть если вы ездите на языковую школу, это тоже школа, так же как университет. И там, и там выдадут I-20 аккредитованные, так сказать, учебные заведения. С M1 также вам выдадут то же самое I-20. Они должны быть аккредитованы с государством. Естественно, вы должны будете показать то, что вы сможете заплатить за себя. Вы сможете все это время себя здесь содержать. То есть это книги, еда, где-то вы жить будете. То есть у каждой школы тоже они высчитывают, у них есть какая-то формула, где они высчитывают, сколько вам нужно денег, чтобы здесь прожить. Естественно, например, на Гавайях это будет намного дороже, чем где-либо в какой-нибудь, так сказать, маленьком каком-то колледже, я не знаю, в Iowa или еще где-то, где не очень дорого прожить, точнее, минимум. Поэтому это уже будет зависеть от школы. Они вам выдадут прямо вот лист, сколько вы должны иметь на своем банковском счету. Или, возможно, что у вас спонсор есть. То есть спонсор также может показать эти деньги, но надо будет еще добавить спонсорское письмо к этому. Спонсорское письмо, поняла. Насколько мне известно, сроки зачисления не как круглый год, как, допустим, у языковых школ в Америке. Так как эти курсы, они, так сказать, небольшие, там три месяца, шесть месяцев, девять, год. То есть там когда-то, то есть там есть определенная дата начала и определенная дата конца. Можешь сориентировать, какая средняя стоимость обучения? Или все индивидуально и зависит от... Это все индивидуально, да, это все будет индивидуально. Это будет зависеть от какой вы профессию хотите, так сказать, подтянуть или получить какой-то дополнительный сертификат. Ориентируюсь еще по срокам оформления документов. Допустим, у нас есть кандидат, он сегодня заключил с нами договор, все, вы готовы работать, как быстро готовят все документы. И еще как, данные школы берут оплату, допустим, за весь период обучения? Или все-таки у них предусматривается некая бронь? Обычно школы как с M1, так и с F1, вам нужно будет заплатить за регистрацию в школе. Тоже цены разные совершенно. Я видела от 150 до 500 долларов эта регистрация. Обычно это 200 плюс-минус, но это примерно такая цена. Вам нужно будет за регистрацию, вам нужно будет заплатить mailing fee. Это то, что школа вышлет вам этот настоящий iTwony, с которым вы пойдете на собеседование в embassy, в посольство, в консульство США на территории своей страны или если вы находитесь на территории другой страны. Но вам нужен этот iTwony настоящий, то есть он нужен быть в ваших руках, так сказать, от школы. Обычно это вот эти вот два обязательных, так сказать, оплаты. Какие-то школы берут предоплату, так же, как и в F1 визы. Какие-то школы просят сразу оплатить. Какие-то школы могут взять какую-то часть. Когда вы приедете, вы все должны оплатить. Какие-то школы могут даже какой-то payment plan. Тоже payment plan может быть у вас, например, если вы сразу все заплатите, будет вам дешевле. Если вы будете какими-то частями платить, это будет немножко дороже. Это все от школы, это все индивидуально. Это, то есть, так сказать, что да, одна цена. Такого нет. Скажи, пожалуйста, я вот знаю, что студенческая категория F1 может быть выдана более чем за 100 дней до начала учебного периода. А вот как обстоит дело с M1? То есть за сколько дней до начала учебы кандидат может въезжать в страну? Въезжать по F1 за 100 дней нельзя. Такого нет. Она выдается более чем за 100 дней до начала периода учебного. Можно, да, и можно ее получить намного раньше, конечно. Въехать вы сможете, как и по F1, например, по закону вы имеете право въехать до 30 дней до начала своего обучения. То есть, например, чисто гипотетически в мае у нас начинается обучение. Вы сможете приехать у нас, что у нас апрель там, 30-31, выпуская 2 апреля, вы можете въехать, если вы хотите. Вы не должны, не обязаны, но если вы хотите, 30 дней заранее можно въехать. То есть люди это используют как маленький такой, так сказать, туристическую уловку. Олесь, вот всех интересует вопрос о визе зависимых членов семьи, да? То есть какие требования выдвигаются к данной визе и какие преимущества удержателей данной визы? Да, вы можете приехать со своей семьей, то есть это жена и дети, то есть не бабушки. Ну, в основном, если люди едут сюда, это жена, муж и дети, если есть такие таковые. Приехать на какие-то что-то простое, это надо постараться, так сказать. Если вы едете там дальше уже на мастерс-дегри, на PHD, то есть на настоящее академическое обучение, с этим будет проще въехать всей семьей. Так делает весь Китай, вся Индия здесь, то есть они приводят своих потом жен, детей и, ну, дальше остаются, дальше получают рабочие визы и легализуются таким образом. Требования должны быть такие, что этот человек сможет здесь прожить, у него есть или у вас есть на банковском аккаунте деньги, его здесь содержать и всю семью здесь содержать, то есть сколько, блин, она у вас какая большая не была. То есть это надо будет показывать, это надо будет показывать, все предоставлять. Примерно то же самое, как со студенческой визы, но вы как депендент едете туда, там немножечко поменьше, вам только нужно будет показать половину от того, что требуется от студента, так сказать. То есть, насколько я поняла, у жены или мужа будет право на работу? Нет. Ни у кого нет права на работу, нет. В Канаде такое есть, в США такого нет. Часто многие студенты нам задают вопрос, например, они во время своего обучения захотели увидеть семью и полететь к себе на родину, да, предоставляются ли по данной визе некоторого рода каникулы или перерывы по такому случаю, и какое действие студенческой визы при перерывах в обучении, да, и может ли статус держателя визы быть утрачен совсем? Если вы въезжаете сюда по визе, то есть вы можете, в принципе, выезжать, вам виза в паспорте нужна, чтобы въехать и выехать. Да, вы сможете въезжать и выезжать. Я бы не советовала в данное время. Лучше такого не делать. Ну да, вы можете это делать. Если вы меняете статус здесь уже, в США, этот статус, в принципе, вам не дает обратно право на въезд. Вы имеете право здесь оставаться легально, но чтобы вам выехать, вам нужно будет опять податься на собеседование в своем эмбасси или эмбасси той страны, где вы будете находиться, чтобы получить визу на въезд. Друзья, отвечаем на ваш вопрос. Желательно остаться в Штатах, да, и чуть-чуть поскучать по семье. Это стоит того. Олесь, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то существенные различия или особенности в прохождении собеседования на данную визу? Или все так же по F1, да, стандартный вопрос офицера, связка к родине и ничего особенного? Это примерно то же самое, да, единственное, что здесь вы, у вас уже скажете, что вам нужно показать, что вы там где-то работали, и у вас есть какая-то профессия, вот вы едете повышать или, так сказать, добавлять что-то к своей профессии. То есть могут вас спросить. Насчет депендентов я хочу добавить. В данный момент, в данный момент очень трудно найти окошко на собеседование для членов семьи. То есть я знаю, что, так сказать, если у нас просторы бывшего Советского Союза, сейчас только Киев и казахские посольства принимают на студенческие визы, если это не emergency appointment, то есть по emergency могут принять в любом, даже закрыт, так сказать. Ну, там будет написано, что по emergency они принимают. В данном случае сейчас у нас Киев и Казахстан. Есть места на собеседование где-то для резидентов. Тоже надо, это очень важно. Если не резидент этой страны, то надо смотреть для нерезидентов. Их намного меньше этих мест. А если у вас нерезидент, и еще у вас F2, то есть это безадепендент, там жена, муж или дети, это вообще, то есть очень-очень трудно сейчас найти. Ну, нет ничего невозможного, так сказать. Освещу самый такой интересный вопрос подписчика, который вот всем недавно мне его задал. Можно ли мне поехать с домашними животными? Такое тоже было. То есть это вопрос касаемо жилья и данной визе, да, то есть как оно проходит, где, можно ли снимать квартиру себе, да, или это тоже где-то там в кампусе, или где-то есть где жить. Я бы предложила снимать участников квартиры, потому что кампусы обычно стоят дорого, то есть чтобы знать и понимать. В каждом месте, как у участников, так и в тех же кампусах, нужно будет узнавать на кампусе, можно ли привезти это животное, домашнее животное. Кроме этого, на въезд этого домашнего животного, я говорю животного, потому что люди разных животных возят, были и тарантулы, я знаю, были и змеи, были и собаки, были и кошки, птички. Надо просто узнать, во-первых, что, какие нужны прививки этому животному. Вас просто на самолет не посадят без этого, вас просто развернут и, так сказать, или оставьте животное, вылетайте, или сделайте нужный пакет прививок. И также это будет индивидуально, нужно узнавать, где вы будете жить и можно ли там иметь домашних животных. Но домашние животные могут быть тоже ограничены весом, так сказать, размером, это тоже очень важно, нужно просто узнавать от и до. Также не на всех авиалиниях животных принимают, поэтому это тоже очень важно, проверить авиалинию, которой вы полетите. Олеся, большое спасибо, мы сегодня осветили достаточно много вопросов, и если тебе есть что добавить, будем только рады. Может, я что-то упустила? Нет, наверное, про им вам вы все проговорили. Я бы, конечно, советовала большую визу F1, потому что после языковых курсов вы можете поступить в какой-то университет. Там нужно выбрать конкретные хорошие профессии, которые спонсирует иногда правительство США, которые входят в программу STEM, STEM, это Science, Technology, Engineering and Mathematics. С этими профессиями вы сможете работать два дополнительных года, кроме одного, который полагается после окончания бакалавра, мастера или PhD. То есть в общей сложности у вас будет три года на работу с теми определенными профессиями, в которых нуждается США и которые они, так сказать, спонсируют. Ну и обычно люди находят в это время какую-то компанию, которая сможет экспонсировать как работодатель, и дальше можно получить уже грин-карту. То есть там, смотря на какую визу переходить, есть возможности. F1 все же, я, наверное, если вы хотите дальше легализовываться, будет лучше, чем M1. M1 это только, ну так сказать, что-то подучить и дальше уехать обратно. F1 все же можно с ней, да, там есть путь легализации, он не прямой, но он есть. Спасибо большое за твою консультацию. Если у вас еще остались какие-то вопросы, можете написать в комментариях под этим видео, и Олеся всегда на связи, всегда вам поможет. Также у нас есть сайт, можете оставить заявочку. Всем ответим. Большое спасибо за просмотр. Олеся, тебе еще раз большое-большое спасибо. Спасибо за приглашение.